В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась международная конференция возрождения самобытности и культурного наследия «Тюркский язык из прошлого в будущее». В форуме, организованном Международной Тюркской Академии, приняли участие эксперты и ученые, дипломаты, представители культуры и общественности из 20 государств. Академия содействует научным исследованиям истории тюркского мира, изучению и сохранению тюркских языков, культуры и литературы. Подробнее в материале нашего СОПКОРа Жанат Эрнст. Мероприятие началось торжественно, с приветственного слова президента Нарусултана Назарбаева, зачитанного послом Казахстана во Франции, постоянным представителем нашей страны при ЮНЕСКО Жаном Галиевым. «Будучи колыбелью тюркского народа, Казахстан внес неоценимый вклад в мировую цивилизацию», — говорится в обращении. В письме акцентировалось внимание на целях программы «Модернизация сознания» и на культурных связях братских народов Евразии. «Считаю, что межкультурный международный диалог получит новый стимул на этом форуме», — процитировал президента высокопоставленный дипломат. «Статья президента «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» получила широкую поддержку не только в Казахстане, но и во всем тюркском мире. Сегодня изучаются рунические письмена, памятник Кюльтигину VIII века, тюркское происхождение которого 125 лет назад определил датский ученый Вильгельм Томпсон. Как отмечено в статье президента, это говорит о наличии письменности, культуры и развитой цивилизации у наших предков. Наряду с 90-летием Чингиза Айтматова мы собираемся отмечать и 125-летие Макжана Жумабаева. И мы очень рады, что в ЮНЕСКО поддержали нашу инициативу». Ещё одна тема конференции – развитие арабографичной башкирской письменности, сохранение карлукского, алтайского, тувинского, гагаузского и караимского языков. На форуме были презентованы и книги о творчестве Турара Рыскулова и крупного исследователя тюркского мира Василия Радлова. «Я начал писать о творчестве Макжана Жумабаева в 1977 году в магистратуре Колумбийского университета. Тогда я перевёл на английский его стихотворение «Туркистан». Сейчас Тюркская академия выпустила сборник 16 переведённых мной на английский язык его стихов. В ближайшие два года я планирую перевести ещё 40 его стихотворений». «Я считаю, что Макжан Жумабаев является одним из самых крупных и самых известных казахских поэтов. Его творческое наследие является очень важным не только для казахского народа, но и для всех других тюркских народов». «Его творчество очень похоже на творчество башкирского поэта Шейхзады Бабича. Я переводил его стихи на башкирский язык. Он учился у нас в Башкорстане, тоже был, поэтому он был знаком со многими известными деятелями, общественными государственными деятелями башкир. То есть он внёс большой вклад в литературу казахов». Международная Тюркская академия объявила о планах по запуску проекта «100 лиц Тюркского мира». Участники форума поддержали программу «Рухани Жангару». По их мнению, переход казахского языка на латиницу поможет ещё большему сближению тюркских народов. Жанна Тернежимар Тахметов, Хабар, 24, Франция, Париж.